Я просто прям не могу больше из этого ничего исплечь. Что, надо прибавить на гитарке? Да? Давайте попробуем. Есть в Заве что-нибудь? Ольга Макеева. Звелась костра, не синяя ночь, Будильником свелась тишина. Никто и ничем не сможет помочь Насильственно решенному сна. Да вставай, поднимайся, рабочий народ, Ты полгоми за вшелую лень. И если нам с тобой повезет, То мы переживем это дело. И если нам с тобой повезет, То мы теперь живем это дело. Все будет так, как было вчера, Все будет так, как будет и впредь. Тебе, деламе, делома, дела, Загусив, но ура! Эт meltimear. Лететь тебе вперед и лететь, До дороги 얍 случиваться, Расшиваться в лед до ночи, Лоду вступит алочь. И если нам с тобой повезет, то мы переживем эту ночь. Но как бы ни был тесен небес, кудеян смыкаемый круг, Тебя спасет плетенье зловес, меня не подкладанье рук. И нам тоже ошибаться, тоже биться в лёд, божественный вкушая снобизм. И если нам с тобой повезет, то мы переживем эту жизнь. И если нам с тобой повезет, то мы переживем эту жизнь. Так, ну попробуем, да. Ладно. Попробуем что-нибудь такое, где не очень важно, как звучит гитара. Да и кроме того, это сейчас очень правильно. Ну вы, кто, с кем мы уже пересекались, знаете, я не устаю благодарить, так сказать, партию правительства за возвращение любимых авторов. В частности, я обожаю Александра Галича, а он вот просто вот без изъятия. Вот каждое слово абсолютно в точку, вплоть до дат, фисел, цифр и прочего. История о том, как Блин Петрович Коломийцев, ветеран труда, кавалер многих правительственных наград, мастер цеха, депутат городского совета, восстал, добивался того, чтобы его цеху присвоили звание цеха коммунистического труда. Все смеются на бюро, приживитесь, и жилплощадь, и получка по-царскому. Ну а я им, извините, подвиньтесь, я ж за правду хлопачу, не за царскому. Как хотите, на доске, на бумаге, цельным цехом отмечайте, и лично мы ж работаем на весь наш соцлагерь, мы ж продукцию даем на отлично. Я совсем не говорю, не до смеху, это ж чье же ж говорю указанье, в чем такому выдающему цеху, и не присваиваю почетного звания. А мне говорят, все друзья говорят, и фром, и пахомов с тонкою, но никак, говорят, нельзя, говорят, уж больно здесь дело тонкое. Я говорю, на ком, говорю, пойду, говорю, в обком, говорю. А в обкоме мне все тоже, не суйся, не долтонь, как пономарь, поминай. Ты ж партийный человек, а не зимтя, должен все же иметь понимание. Мало что ли пресса их наотреблет, то, что делается в нашинском коме. Вот скажешь, дремлет пентагон. Нет, не дремлет, он не дремлет, мать его, он нас дремлет. А я говорю, в тоске, говорю, продолжим наш спор в Москве, говорю. И вот проживаюсь я в Москве, как собака, отсылают референт к референту. Нет, ну ты прав, говорят, но однако. Но не подходит это дело к моменту. Оно как вздумается в вашем цепи. Ну скажем, встать на юбилейную вахту. Ну представляешь сам, какую оценку в Пи-Пи-Си дадут подобному вахту. И опять про ордена прожил площадь. А прощаясь, говорят, на прощание. Ну, было в мире положение попроще. Вы, походу, вам присвоили звание. А так, говорят. Не, ну ты прав, говорят. И продукция ваша лучшая. Но все же, говорят. Ну не драм, говорят. А проволожка колючая. Ну что ж, говорю. Отбой, говорю. Пойду, говорю. Запой, говорю. Взял и запил. Главное не выступить. Тогда парочку песенок, да, чтобы можно было без... Точнее, песенку, наверное, и... Так, песенку и кусочек, так, зарисовочек. Юрий Ким. Тоже как-то очень все узнаваемо. Правда, это экскурс. Такой в далекую-далекую историю. Театральная история. Здесь фигурируют исторические персонажи. Василий Васильевич Капнис. Это действительно видный, выдающийся драматург рубежа 17-18 веков. Василий Кириллович Тридиаповский. Ну, тоже не требует комментариев. Курносый царь, понятно, это Павел I. Фельдигиря. Ну, Фельдигиря, они и сейчас Фельдигиря. Капнись и есту на кропах громадного размеру. И вот он спит, в то время как царь-батюшка не спит. Он ночь-полночь пришел в театр и требует премьеру. Не знаем, кто его толкнул. История молчит. Партер и ложи. Тихо все. Ни блеску, ни кипенью. Актеры молятся тайком вслух. Роли говорят там, где-то в страшной тишине. Маячит жуткой тенью. Курносый царь, а с ним еще, кажись, Фельдигиря. Вот отмахали первый акт. Все глухо, как в могиле. Ну, тянет, тянет холодком оттуда. Тьфу-тьфу-тьфу. Играть второй. Пришел приказ. И с Богом приступили. В то время как Фельдигирь есть. И ринулся во тьму. Василь Васильевич Капнист. Метался на берине. Опять уж тот же страшный сон, Какой уж был в четверг, Что он где лезет на Олимп. Но подошед к вершине. Василь Кириллович цопь его за ногу. И не зверг. За ногу тряс его меж тем. Ведь егерь с предписанием Схватить немедленно и в чем есть, Доставить за Урал. Чтоб впредь и думать не посмел. Придерзосным мараньем бумагу нашу изводить, Дабы хулы не клал. И не успел двух раз моргнуть наш, Прямо скажем, Вася, Как был в овчину облачен И в сами во дворен. Трясли ухам и тряс мороз, А сам-то как он трясся, В то время как уж третий акт Давали пред царем. Краснел курносый и бледнел. Во тьме не видно было, В то время как Фельдсьегер есть. И уторж отогнал, Дабы сугубо покарать Презренного Зоила. В железы руки заковать, Дабы хулы не клал. Но я не клал! Скричал капнист, Тачал скупые слезы. Я ж только выставил порог По правилам искусств, Но я ж его изовлечил. За что ж меня в железы? И в пятом акте истребил. За что ж меня в Иркутск? Меж тем кузнец, Его ковал, С похмелья непроворно. А тут еще один конец Летит во весь опор. Василий Васильевич капнист, Взглянул, вздохнул покорно, И рухнул русский ювенал У позлощенных шпор. Текли часы, Очнулся он, Расстроенный и вялый. Маленько веки разлепил И посмотрел в просвет. Что брать там за городок? Уже Иркутск, пожалуй. Пожалуй, барин, Петербург. Последовал ответ. Как Петербург? Встречал капнист, Лишаясь дара смысла. Возварен велено вернуть До вашего двора. А отморозу и вопче Медвежий полок прислан. И велено просить И впредь Не покладать Пера. Да, испарился царский гнев Уже в четвертом акте, Где змей порока Пойман был И не сумел ползть. Сия мерзавцу по делам Царь молвил И в антракте Послал гонца Вернуть дворца Завернутого в ползть. Все ближе, ближе, Петербург. И вот уже застава. И в пятом акте Царь скричал Василий, молодец! И на заставе ждет уже Дворцовая подстава. И только прах Из-под кобыт И пулей во дворец. Василий Васильевич На паркет В чем был Исполз-те выполз. А тут ему И водки штоп, И пряник закусить. О, негодяй! Воскликнул царь И золотом осыпал. Боже, что заставил Ты меня Столь много Пережить. Вот что был В прежние годы, Когда не было свободы. Так, как раз на две песенки. Коротенькая притча Вера Юрьевича Лореса И песенку, вот я прям Ой, только ради нее приехал, Чтобы с вами спеть. Ну вот, песенку выучил. Для себя, ну. Но сначала все-таки Кусочек из Лореса. Жили как по соседству Два учителя. Один учил ремеслу, А другой Мудрость. У того, который учил ремеслу, Не было отбоя от учеников. Ну, оно и понятно. Владея ремеслом, Можно производить предметы Полезные людям И обменивать их На все необходимое И желаемое. А кому продашь мудрость? Вот и трудился Учитель ремесла С утра до ночи. Не покладая рук. И не было в его доме Недостатка ни в чем. А учитель ремесла Сидел себе в саду Под деревом. Листал книжку И ждал ученика. Нет, люди приходили к нему Изредка, якобы за советом. Ну, и приносили Что-нибудь из вещей Ставшими ненужными В хозяйстве. Чуть немножечко еды. Но никто его советом Исследовал. Даже учитель ремесла Сказал однажды Учителю мудрости Слушай, Мне жалко смотреть на тебя. Я хочешь... Я бесплатно Обучу тебя в каком-то ремеслу. И ты сам сможешь Зарабатывать себе на жизнь. Что ты? Ответил тот. Я живу в достатке. А кто станет Учить людей Мудрости Если та вдруг понадобится? Ну, вот так и продолжали Они жить По соседству. Один Богатский, другой в бедности. Один с учениками. Другой без учеников. Ну, по законам жанра Здесь положено Произойти Каком-то событии. Дескать Приехал однажды К учителю мудрости Некий очень богатый человек Или там Президент какой-то республики. Да нет, не тут-то было. Богатым людям некогда. Они трудятся день и ночь Над преумножением своего богатства. Нет, ну президенты Те вообще Никогда не учатся мудрости, Чтоб народ Не задавался вопросом. Почему их президент он, А не тот, у кого он учился. Так что В один прекрасный день Как это иногда бывает с людьми И учитель мудрости умер Не оставив после себя Ни одного ученика. С той поры люди И не знают Что такое Мудрость. Вот, а я Мультстильный Вы сейчас поймете. Это Марк Фрейдкин, Поэтому песенка не новая, Для меня она новая. Ее невозможно петь в одно лицо. Мультстильный